Впрочем, День Печати больше запомнился как праздник, на котором наградили наших коллег. Подробнее Ирина Волкова. Их смотрят, слушают и читают. Те, кто создаёт информационное поле республики, сегодня сами в центре внимания. И это повод рассказать о себе, как о прогрессивных изданиях. Новочмаксарские грани недавно начали выпускать «Угадайку» – газету для юных читателей. Как востребовано вообще? А, ну и сегодня в День Печати еще экземпляров, они все распространяются, и плюс у нас подписка уже организована и востребована достаточно и родителями, и бабушками, и дедушками. То есть, ну, действительно, мы нашли свою целевую аудиторию и понимаем, что растим будущего читателя. Газеты уже давно к своему традиционному печатному виду добавляют электронные выпуски в сети, не отстают от прогресса и налаживают диалог с читателями благодаря соцсетям. Нашу жизнь в Красночитайском районе читает каждая третья семья. Я с удовольствием веду и сайты, и инстаграм, и группы районной газеты в других соцсетях. В инстаграме решаем вопросы, которые жители задают вместе с властью местной. Совместно работаем. Переход с аналога на цифру – таким запомнился 2019-й для телевизионщиков всей страны. Теперь 20 бесплатных каналов в отличном качестве может смотреть любой, у кого есть телевизор. Национальная телерадиокомпания тоже вошла в цифру. Региональные новости выходят на общественном телевидении России. Республиканское радио доступно на 83% территории Чувашии. Наша с вами основная задача в этот текущий год – это более сильно развить направление, представление в сети интернет для того, чтобы продвигать те интересные новости и ту повестку, которая у нас есть в нашей республике. Однако делать это стоит крайне ответственно, не допуская передергивания фактов и искажения информации, отметил глава Чувашии. Если мы будем навязывать какие-то мнения, используя фейковые новости, ведя в заблуждение, конечно, дестабилизация обстановки не позволит открывать новые рабочие места, создавать и развивать реальный сектор экономики, и воспитывать молодого человека, чтобы он готовился к трудовой деятельности. Статусную награду – звание «Заслуженный работник культуры Чувашии» в этом году вручили нашему коллеге – оператору Андрею Шоклеву. Именно его глазами мы видим значимые события республики. Когда получается красивый материал, сюжеты, видеозарисовки, там, все что угодно, все, что ты снимаешь, видят люди по ту сторону экрана. Когда это получается или не получается, получаешь там либо хорошие, либо гневные отзывы, и стараешься как-то дальше работать лучше и лучше. Республиканские журналистские премии за 2019 год достались корреспондентам газеты «Хыбар» и «Ядринской районной газеты». Престижная республиканская премия имени Эльгера вручена нашему коллеге Александру Магарину, автору серии интервью в программе «Самана». Герои моей программы – они люди все-таки уже состоявшиеся, можно сказать, и пожилые люди. И очень хотелось бы, чтобы их ощущение мира, их взгляды на мир, их оценка той истории, той эпохи, в которой они проживали, создавали, активно жили. Ну и сейчас, вот как они смотрят на те времена глазами сегодняшнего человека, это очень важно, и хотелось бы это все спечатлеть и сохранить. В этом году у журналистов республики будет много общих тем. 75-летие Великой Победы и 100-летие Чувашии. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика.